Всем привет! С вами Доброханская Светлана. Каждый год мы празднуем Песах, праздник, символизирующий рождение еврейского народа. Он отмечается 8 дней в честь освобождения евреев из рабства в Древнем Египте. В этот праздник много символов, связанных с цифрой 4. Это и 4 праматери, которых мы вспоминаем, и 4 бокала сока, которые мы выпиваем на седер, и 4 вопроса, которые мы задаем в пасхальную ночь, и 4 сына, символизирующие 4 типа евреев, которые участвуют в пасхальном седере. И мы сегодня поговорим именно о цифре 4. Цифра 4. У нас есть, смотрите, прямоугольник. У прямоугольника 4 стороны, 4 угла. И мы сейчас с вами попробуем увидеть, что же есть 4. Где прямоугольники у нас? Печенье. Мороженое. Где еще есть? Точно, чемодан. А здесь? Картина. Блокнот. Дверь. Также у нас есть квадрат. В квадрате тоже 4 стороны и 4 угла. Давайте мы посмотрим, что нас окружает вокруг, чтобы был квадрат. Знак. Часы. Это что у нас? Конечно. Подарок. Так. На другой картинке. Внимание. Внимание. Сыр. Окно. Вкусняшка. И теперь у нас отправляются в дорогу поезд. И у поезда есть вагончик. И в вагончике тоже у нас, посмотрите, есть прямоугольники. У которых четыре стороны. Так. И наш вагончик отправляется дальше. Конечно, с поезда. У нас есть еще один вагончик, в котором есть у нас квадратики. У квадрата тоже четыре стороны. И один, два, три, четыре угла. Квадратики. И мы сейчас тоже отправим в дорогу. У нас есть четыре стула. Один, два, три, четыре. Четыре стула. А у стула есть четыре ножки. Один, два, три, четыре. У собаки четыре лапы. Один, два, три, четыре. У ежика. Четыре лапы. Один, два, три, четыре. У мишки четыре лапы. Один, два, три, четыре. И мы с вами сейчас послушаем песенку, где тоже будет петься про цифру четыре. Мы цифру четыре учить начнем. Один и два, и два сочтем. Четыре, четыре, как очко на турнире. И у банды лампы четыре. У дверь четыре тук-тук-тук. Караташи возникнут вдруг. Фигуры разные, смотри. У них четыре стороны. Четыре ножки, четыре колеса. Машина без колес не поедет никуда. Четыре дольки шоколада откушу. Я четыре сосчитаю без труда. Теперь ищи четыре сам. В шкафу проверь по всем углам. Четыре цифра нам нужна. И ее найдешь ты точно без труда. Отлично! Мы с вами сегодня изучали цифру четыре. И, конечно, еще очень много интересного о цифре четыре и о самом Песохе вы сможете узнать, послушая книгу Эйприл Хауприн Пейланд. Дайену «Однажды на Песох» на нашем YouTube-канале. А с вами была Доброханская Светлана. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok